чем ты играешь на геймпаде я извращенец или я долбоёб и я ищу новый опыт выбирай ответ какой хочешь мне ну пацаны вы же знаете на топ тег топ тег а еще стремлю на твиче можно как бы туда подписаться follow бесплатный сабскрайб платный платным сабскрайбером как бы скоро будут сабдэ и вот так что вы знаете где мне найти вперед чем должно получать этот звук вы просто ни разу не жалок сбок контроллер руках xbox у меня во первых контроллер элит у меня 4 лепестка сзади которые дублируют одну из кнопок спереди у меня был дал шок вот такой но у меня был с двумя лепестками а этот с четырьмя здесь у меня был вот эти два были один был иксом 2 был ноликом и по над ним я прыгал на 2 рядачу мне это было оказалось мало потому что мне сложно переключать вот сюда на треугольник большим пальцем указательным пальцем усопа ну деревянные я я не привык еще играть на геймпаде принципе а меня пытается переучить типа говорят и поучись играть клоу типа садь мне сложно я решил типа в этом плане себе чуть облегчить задачу купил себе элит контроллер скаф не захотел покупать купил элит контроллер потому что мне показался более эргономичным данный момент я не жалею что перешел на элит контроллер он мне очень нравится ну качественно хочу купить геймпад выбор между лошадь и лепестками или там ценник один и тот же смысле как может быть ценник один и тот же если элит стоит 200 баксов а скаф стоит 300 320 по моему и пасков с четырьмя лепестками стоит 320 примерно если ты про вот про эту фирму который называется герзет по моему гирз герз у них да у них 4 лепестковый стоит около десятки но мне лично не нравится он там как на шлепка выглядит типа точно такая же хуйта прилеплена только она поделена на две части 5 по должен нажимать вот так ну грубо говоря как то вот так это неудобно то есть как по мне это очень неудобный геймпад низков не вот этот герзет они не не эргономичны то есть на них невозможно играть по крайней мере если ты типа новичок на геймпадах нахуй тебе покупать этот геймпад если ты на счет на геймпадах и хочешь сразу играть на лепестках лучше купить это это игры как человек с деревянными руками и деревянные нахуй но я допустим я уже выработал более-менее хват то есть вот с этой стороны держу вот так вот у меня вот 1 2 а с этой стороны держу вот так потому что я не могу с этой вот с этой стороны не могу держать также потому что вот этот палец не будет дотягиваться до квадрата и треугольника вот безусловно у него там своя фишка можешь погуглить да мне поебать как строит госбизал чуваки когда вы ориентируетесь на что-то вы должны ориентироваться на общее движение то есть если 8 из 10 про игроков используют высокую сенсу это означает что вы тоже скорее всего должны использовать высокую сенсу хотя бы до момента пока вы начнете понимать почему они ее используют и управлять не хуже как только вы достигаете этого момента вы можете подбирать под себя потому что вы уже понимаете механику игры вы уже можете отыграть на высоком уровне и здесь вот уже здесь на высоком уровне каждый процент уже влияет на вашу игру и тут вы уже сами вольны выбирать что именно вы должны поменять в своей игре чтобы допустим улучшить результаты возможно возможно вы можете играть без без пола но никогда вы играете как ебаный бот если вы изначально строите без пола потому что какой-то там гост бизл один из не знаю из 20 про игроков строит без пола то вы долбоеб вот и все поймете как происходит выборка как как я допустим подбирал свои настройки я посмотрел у одного про игрока настройки посмотрел 2 про игрока настройки посмотрел 3 про игрока настройки посмотрел общую сенсу понял что вот эта сенса должна быть примерно 700 700 от от 0 6 до 0 8 это средняя сенса в среднем у про игроков Такая сенса от 0.6 до 0.8 У меня сенса, по-моему, ГОСТ ИС 0.680 Я ее поставил, просто поставил Сейчас я знаю, зачем это надо Сенса в прицельнике Примерно в половину меньше Чем вот эта сенса у всех Вы можете это посмотреть Вот эта сенса почти у всех В половину меньше Зачастую в оптическом прицеле у многих Еще чуть-чуть меньше То есть сенса на ПКМ и на автомате Она в половину меньше основной Сенса в оптическом прицеле Еще меньше Зачастую, но чаще всего Они одинаковые Сенса при прицеливании Сенса при стройке И редактировании Почти у всех от 1400 До максимума То есть до 2.0 Вот то есть до 2.0 Почему? Потому что В этой игре Важно быстро строить Почти у всех И я ориентируюсь на это Потому что подобные вещи Они наигрываются Десятками, сотнями людей Они не просто так Выбирают такие настройки Они их наигрывают То есть Есть первопроходцы Которые допустим Идут в топ Просто потому что Они охуенно играют Вот это люди Которые хорошо адаптируются Они быстро понимают Что они хотят И они быстро понимают Что им нужно делать Они под себя Это все примеряют А потом Другие челики Идут позади них Которые пришли Допустим позже в игру Они по их лекалам Могут чекать Что примерно нужно делать Как примерно строить И что сделать Если ты хочешь Развиться До такого Хотя бы уровня Ты берешь Смотришь у одного Смотришь у второго Смотришь у третьего Примерно накладываешь Одно на одно И понимаешь Почему так Почему люди делают так И все Это очень просто Допустим Я не понимаю Почему люди Не могут до этого Додуматься Они не понимают Почему там у меня Поставлено что-то здесь Что-то здесь А что-то вот здесь Допустим Мне многие говорят Что стоит переставить Прицел И атаку Вот сюда А это соответственно Сместить вниз То есть Типа Целиться и стрелять На эти кнопки Но я пока этого делать Не хочу Я спрашивал Почему Люди так делают Мне сказали Что это привычка С условной Колды Но у меня нет Привычки с колды Я не играл никогда На геймпаде Соответственно Для меня это не Играет какой-то Большой роли Потом я смотрю Допустим Есть люди Которые активно Используют Стик То есть Вот эту кнопку На стик Они активно используют Некоторые ставят Даже сюда редактирование Для меня Кнопка редактирования Слишком часто используются Чтобы ставить ее на стик Я не способен Нажимать на стик Так часто Как хотелось бы Мне это неудобно Поэтому я туда Ставлю вещи Которые особо Не нужны В Постоянке То есть Они не нужны В файте Допустим Настолько сильно То есть Ты не должен Перебежать Туда-сюда быстро Достать кирку В файте Один раз Нажать на стик Можно А вот нажимать Редакт В четыре раза чаще Это сложно Для меня Для меня На текущий момент Времени Возможно Потом я переставлю Свои какие-то кнопки И сделаю так Чтобы у меня Допустим Вход был В редактирование На стик А Лепестком Я буду Лепесток Я буду использовать Как второй редактор То есть Я буду нажимать Раз-два Типа У меня будет Двойной кейбин Возможно А может не будет Потому что я Пока еще не настолько Хорошо понимаю Как это все делается То же самое здесь Допустим Вот эти элементы Ни у кого не поменены Вообще ни у кого Зачастую То есть У восьми из десяти игроков Условно Вот эти элементы Крыша Лестница Пол стена Стену Пол стена Они У всех одинаковые Никто их не менял Всем похуй Все просто Проклацывают их так При этом Допустим Прыжок Прыжок У девяти из десяти На Иксе Вот на вот этой кнопке Они либо используют Скаф Либо Они Играют Клоу И им не составляет Труда нажать Эту кнопку Для прыжка У девяти из десяти То же самое Про второй режим Типа строительство Она тоже зачастую Вот здесь стоит Либо стоит на игрике Ну то есть здесь Либо на треугольнике Либо на нолике Вот На этих двух кнопок Зачастую Зачастую Она стоит Именно здесь То есть Если допустим У тебя на треугольнике На игрике У тебя Переход из режима То здесь у тебя Редактирование Вот и все Люди которые играют С лепестками У них зачастую Редактирование На лепестке Ой На крестовине Потому что Крестовину Они не нажимают То есть они убирают Редактирование Вот допустим У меня редактирование На вот эту кнопку Вот на вот эту кнопочку На деле У меня редактирование Вот здесь Вот на вот этой кнопке И я вот эту кнопку Не нажимаю И так далее Понимаете Таким образом Вы подстраиваете Своё управление От управления Которым вам нужно стремиться По ходу действия вы научитесь И поймете что вам нужно Но в начале Вы должны ориентироваться в первую очередь На основную массу проигроков То есть если у вас есть цель научиться Пусть Гульс Бизл Хоть хуем кликает на кнопки Вас это ебать не должно Вас должно волновать Как делает большая часть проигроков Потому что они заимствуют друг у друга Есть какие то топы Которые зачастую ни у кого Ничего не смотрят Они сами подбирают под себя мышки Подбирают сеттинг и прочее А есть люди которые там просто потихоньку Допустим кто то что то новое начинает юзать Второй начинает это юзать Проверяет под себя удобно ли ему так Понимаете дабл кбин Двойное редактирование Две кнопки на редактирование Сейчас это не используется повально Но многие игроки Переходят к этому дабл кбинду Или он у них есть Просто для того чтобы Знать что это Я постоянно рофлю с каких то дебильных Мувиков Не мувиков А роликов В которых рассказывается Типа новый неебический способ Ретейка хайграунда Через 60 построек И 25 редактов Я всегда с этого рофлю Потому что в паблике И в компетитиве Это не рентабельно Это бессмысленная хуета Эта штука только для креатива Только для какого то условного Сферического билд файта в креативе Но Какой нибудь сферический потейк Потейк в сферическом вакууме Условный потейк игрок Гамбит Знает 90% Вот таких условных триксов Они сидят и выдрачивают Все Все что есть нового Они все выдрачивают И примеряют Типа Можно ли это использовать Или нельзя это использовать И в итоге Кто то использует Кто то не использует Но Как факт 9 из 10 про игроков Умеют и знают Практически все Мувы Которые сейчас Возможны в фортнайте Кто то это использует Кто то не использует Какой нибудь там Условный ССК По моему не использует Скрол Или использует уже Или не использует Хуй знает Когда я спрашивал его Про скрол Давным-давно Месяца 2 назад Он говорил допустим Что он не использует А вот в VEX И использует Так это и работает Вы просто смотрите Примеряете под себя Как вам лучше Но Сори Большинство из вас Не Гост Бизл Большинство из вас Не Виртус Про Севен ССК Севен Блять И вы должны Ориентироваться На общую массу игроков Про игроков Имеется ввиду Если вы хотите Конечно результата Ох как людям не нравится Аж на 100 онлайн просел Как людям не нравится Рассуждения Ну и вообще Типа разговоры Подобного плана Вот я был сильным Пока В фортнайте Нужно было только стреляться Вот пока в нем Нужно было только стреляться Я мог что то делать Когда все стало Уходить в стройку Выдочку Механических Каких то навыков Я конечно Сдал позиции Потому что я человек Который Очень долго Сопротивляется Чему то Противится Чему то новому И пытается Играть по своему Я поэтому Не люблю Какие то имбовые Штуки Которые 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 Нам нужно Привыкать И так далее Потому что я понимаю Что это Это хуй то уйдет Но иногда Она затягивается Сколько у меня Геймпад лежал Я купил геймпад У меня в задумках Было Начать играть В денье апреля Он у меня лежал У меня был запал Пока Ну пока он не приехал Потом геймпад приехал Я один вечер посидел Без стрима Я понял Насколько это сложно И потом мне нужен Был уже толчок Который Типа Скажет мне Типа Вот братан Пора Пора Начинать учиться Этот толчок Произошел Накануне девятого сезона Восьмого числа Я начал Учиться играть На геймпаде Попробовал Один геймпад Мне не понравилось Купил второй Сейчас более-менее Меня устраивает Даже в этом моменте Школьники сидят И какую-то хуету Пытаются Пытаются найти Противоречие в словах То есть блять Ты им говоришь Одно нахуй Они тебя не слышат Это как вот Вот блять Самый тупорылый пример Это сейчас челики Которые начинают писать Про то что я делаю Девяносто без прыжков Блять Я делаю пару траев Пробую подпрыгнуть Подпрыгнуть Прокрутить девяносто У меня не получается Я начинаю Заново Пытаюсь сделать Девяносто без прыжка Чтобы Еще раз Почувствовать Скорость нажатия стика Делают Три-четыре этажа Девяносто без Без прыжка Все в чат Нахуй Начинается Вот эта залупа От долбоебов Которую Блять Это не девяносто Нахуй Это не девяносто Ты че охуел Блять Ты же написал Девяносто Блять Скорее пишите Девяносто Он не девяносто Крутит Он же не прыгнул Он что Маскаль Блять Кипа Ты сидишь Блять Ты сидишь Просто ебалом Хлопаешь И понять не можешь Это люди Такие долбоебы Или Это просто У меня восприятие мира Такое Что как бы Я понимаю Что я хочу Сделать А люди Не понимают Что я хочу сделать Самая Самая Это наверное Самая тупорылая Вещь которую делают Люди В интернете Как Они Что то услышат И тут же начинают Ну они в принципе Даже не в интернете Как это Люди Которые Что то слышат И начинают Искать несоответствие В твоих словах Чтобы ткнуть тебя Типа в это Не понимаешь Что Ну типа Если ты Все в абсолют Возводишь Ты долбоеб То есть Если там Блять Типа Если сказал Девяносто И кручу То только с прыжком Все Блять Больше другой Ничего Нахуй не нажимаю Вот условно Вот это Я могу написать Что я блять Кручу девяносто Но при этом Сейчас пойти Блять Тестить Учиться реплейсить Типа Поебать вообще Это раз А во вторых Даже если я типа Буду крутить девяносто То я нахуй могу Их дел как угодно Их есть Ебаная куча Вариаций Можно блять В одну сторону Делать По Это Движение Можно в другую сторону Делать Можно блять С левой стороны Можно с правой стороны Делать девяносто А в жизни Блять Этих вариантов Еще больше То есть даже если ты сказал Что-то такое Там типа Ты зимой говоришь людям Я не ношу кроссовки Ты не уточняешь Допустим Что ты не носишь их Зимой Потому что зимой Типа носить Кроссы Ну мягко говоря Если ты особенно живешь Где-то там В ебенейшего В ебенеево Где блять У тебя зимой Минус 30 Минус 35 И ты такой Бля не ношу кроссовки Мне больше нравится Не знаю Валенки нахуй Вот А если ты летом К этим людям Выйдешь Не в валенках Они тебе начнут Доебываться до тебя А хули ты не в валенках Ты же сказал Эти люди Они не смотрят На обстоятельства Им похуй Это люди Которые Хотят найти Несоответствие В первых словах Не подсасывают Вирту Санта Как не тупо Самые медийные Нет чувак Люди Болеют за тех Кто им нравится Просто Есть такая хуйня Что из-за медийности Большинство людей Знает только этих Игроков И в этом нет Ничего такого Что Они топят за ВП Да ВП самые узнаваемые Ну допустим В комьюнити На данный момент Мирвана И допустим Мирвана и Престиж Они не менее медийные По сути Да у них не такие Известные орги Но при этом Как бы по Стате Видно что Что там Что Мирвана Подымает нормально Ну имеется ввиду По просмотрам Там и так далее Что Престиж Престиж очень хорошо Поднялся За счет того Что он с Авелоном Корешится За него тоже Хорошо топят Сори У него умерять Миллион триста Просмотров На Твич канале У него как у меня Блядь Просмотров На Твич канале Это дохуя Особенно вру Фортнайте Блядь В котором Блядь Шесть тысяч человек В капе Может его смотреть Блядь и то Только одного человека Твич платформа Которая продвигает Известных людей Чем ты известнее Тем лучше тебя продвигают Потому что Люди к тебе заходят Из-за циферок Видят что у тебя онлайн И значит они к тебе и заходят И в этом нет ничего такого Я уже не говорю о том Что Виртуз Про Это одна из самых Медийных организаций В нашей стране Ну типа Вообще в России Понимаете Люди привыкли болеть За своих Особенно за самых Известных Я по насчет Известности Я уже сказал Это нормально И типа Упрекать чела За то что он болеет Блядь За более известную команду Чем ты Это долбоебизм Тебя ебать не должно За кого болеют Болеют другие люди А как же Москва 5 академии Типа сори Но блядь Москва 5 Всегда была Рофла Блядь Рофла тегом Со времен ПГГ И его Охуительного Выступления На На втором по моему Интернешнале Там он проспал Игру блядь Блядь Я говорю вам О Москва 5 Как о теге Которые блядь Для меня Ассоциируются С ПГГ Если я Знаю Хоть одного Из этих игроков И я знаю Что они сильные Где-то Они выступали То я скажу Да Это так Но на данный момент Я не знаю Кто там играет ТТТ Севен дэмэдж Стил В М5 Кто такой Стил Типа сори Я не знаю Кто эти люди Я не видел Нигде Их Может они там В какие-то В топ 3000 даже Проходят Условно Там В топ 5000 На Субтитры сделал DimaTorzok